Казахстан В открытом письме содержалась просьба не допустить экстрадиции Мухтара Облязова в России и Украину. Тогда Захарова заявила, что ничего не подписывала, потребовала материальной компенсации за моральный вред. В качестве ответчиков женщина решила привлечь Валентину Мохотину и Марата Жанузакова. В председании мы объясняли о том, что здесь в постановлении правительства, где утверждается человек, есть люди, которые имеют творчество и которые не имеют творчество. Это главное, что в 60-х годах гражданского правительства истец должен был доказать, что речь непосредственно в тех документах, которые были отправлены, то есть непосредственно указывается именно в данном обществе. То есть в ходе дневного заседания никаких доказательств, кроме как правословных подтверждений, я считаю, я думаю, никаких доказательств вы станете делать. Почему Кристина Захарова решила, что в обращении имелось в виду именно ее подпись, неизвестно. На сегодняшний день только в Фейсбуке зарегистрировано более 100 человек с таким именем и фамилией. 10 из них проживают в Карагандинской области. Непонятно также, почему в суд она подала именно на Мохотину и Жанузакова. Все доводы истца сводились к следующему. Жанузаков был в списке первым, а Мохотина живет в Караганде. Вот такая бесхитростная логика. Но удивительнее всего то, что суд удовлетворил жалобу Захаровой, закрыв глаза на букву закона и здравый смысл. Также в ходе судебного заседания представитель истца поставил себя в такое положение, что скажет так, что сам себя поставил. То есть заявил о том, что непосредственно Мохотина в один день имела доступ ко всем членам партии, скажем так, определенной партии. Многочисленные процессуальные нарушения, абсурдность доказательств и заинтересованность властей преследовать активистов за поддержку Аблязова заставили Валентину Мохотину оспорить решение суда. Правда, в чудеса в Казахстане она, как и многие, давно не верит. Решение было однозначно мне известно ранее. В принципе, предполагалось, каким оно... Наши доводы, которые, наши доказательства в суде практически не принимались в наших пользах. Получается, что любые голоса в поддержке Аблязова и по политических заключенных разбиваются об законах, которые принимаются и трактуются так, как и не было. Мохотина уверена, все обвинения, предъявленные ей, не более чем попытка наказать ее за оппозиционные политические взгляды и убеждения. Ее жалобу Карагандинский суд не удовлетворил. Как говорится, что и требовалось доказать. Продолжение следует...